Основа любой императивной программы — это переменные, в которых хранится текущее состояние вычислений. В Java все переменные нужно объявлять явно с указанием типа. Поэтому первое, с чем мы будем разбираться, — это система типов. Все типы в Java делятся на примитивные и ссылочные. Примитивных типов всего 8 штук. Это boolean — логический тип, char — символьный тип, хранящий один символ, 4 целочисленных типа, отличающихся емкостью, и 2 вещественных типа, также отличающихся емкостью. Примитивные типы обладают некоторыми общими свойствами. Во-первых, имена этих типов — это ключевые слова языка. То есть невозможно назвать метод или переменную boolean или double. Это будет ошибкой компиляции. Свой примитивный тип программист добавить не сможет. Во-вторых, переменная примитивного типа представляет собой просто ячейку памяти, в которой хранится значение переменной. Если, например, мы говорим о переменной a, типа int, то это просто 4 байта памяти, хранящее число, к которому мы обращаемся через эту переменную. В такой ячейке памяти нет никаких полей или методов, к которым можно было бы обратиться. И в-третьих, примитивные типы передаются по значению. Это значит, что когда мы присваиваем значение переменной a в другую переменную b, то на самом деле создается копия значения a в другой ячейке памяти. Изменения копии никак не повлияют на оригинальную ячейку памяти, то есть на исходную переменную a. Все остальные типы в Java являются ссылочными. Это и тип string, представляющий строку символов, и любые массивы, и все остальные классы стандартной библиотеки. Программист может свободно создавать и использовать собственные ссылочные типы. Переменная ссылочного типа представляет собой ячейку памяти, содержащую ссылку на участок памяти, представляющий собой объект. Например, переменная s типа string — это ячейка памяти, содержащая ссылку на лежащий в произвольном месте памяти объект типа string. Когда мы присваиваем значение переменной s в другую переменную, или передаем ее в качестве параметра в метод, то выполняется копирование ссылки, и мы получаем вторую ссылку, указывающую на тот же объект. Если через вторую ссылку объект модифицируется, то те же самые изменения будут видны и через первую ссылку, потому что это тот же самый объект. Ссылка может быть пустой, то есть не указывать ни на какой объект. Для этого есть специальное значение null, которое можно присвоить любой переменной ссылочного типа. Все это очень похоже на указатель fc, но есть важное отличие. В Java вы не можете получить численное значение адреса объекта и тем более делать с ним какую-то арифметику. Это гарантирует, что любая переменная ссылочного типа либо пустая, null, либо указывает на существующий объект. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!